Заявление президента Владимира Путина о том, что первая нитка Северного потока, два, уже практически достроена, а через месяц другой будет построена и вторая, явно очень расстроила его тезку, украинского президента Зеленского. Да так, что того пришлось публично утешать лично главе Госдепа США Энтони Блинкену, который предложил сразу три сценария сохранения российского газового транзита и спасения Киева от Москвы. Все варианты весьма незавидные, с позволения сказать, американцы бросили мыло на пол и теперь внимательно смотрят, кто за ним первым нагнется, европейцы, русские или украинцы. Газовый транзит через украинскую ГТС – вопрос принципиальной важности, поскольку именно от него в значительной степени зависит, какую долю сохранит Газпром на европейском энергетическом рынке, а также то, насколько свободно сможет Россия проводить свою внешнюю политику в отношении враждебной соседки. Согласно изначальной проектной мощности, через Северный поток-2 может быть прокачено до 55 миллиардов кубометров газа в год и еще 31 миллиард кубов через Турецкий поток в обход Украины. В теории это должно полностью обнулить транзитное значение незалежной, проводящей активную русофобскую политику. На практике оба российских энергетических проекта столкнулись с массой рукотворных проблем, устроенных конкурентами из США и их марионетками из числа брюссельских бюрократов. Однако, несмотря на срыв сроков, организационные и юридические препоны, Газпром с грехом пополам все-таки достроил первую нитку Северного потока-2. Правда, еще нужна его сертификация для начала работы, а потом еще добиться исключений с норм третьего энергопакета, чтобы заполнить газом вторую нитку. Но уже понятно, что российская газкорпорация в итоге вымочит и этот вопрос. Итак, на подходе некая новая геополитическая реальность, где ветхой украинской ГТС может не оказаться места. В Кремле заверяют, что сохранят транзит в любом случае до 2024 года, то есть Киев пока гарантированно будет получать 1,2 миллиарда долларов за свои услуги и так называемый реверсный газ. Но что будет потом? На этот вопрос попытался ответить глава американского внешнеполитического ведомства. Пройдемся по этим вариантам. В первом случае мистер Блинкен предложил зафиксировать статус-кво. Один из вариантов – это возможность по сути продлить существующее соглашение о транзите на много лет вперед, чтобы Украина продолжала получать прибыль от транзитных сборов. Этот посыл явно адресован руководству Газпрома, и тому надо Белый дом сразу резко отшивать. Действующее транзитное соглашение крайне невыгодно для России. За первый год газкорпорация обязалась прокачать 60 миллиардов кубов, а в оставшиеся 4 – по 40 миллиардов на совершенно кабальных условиях. В пятилетнем соглашении заложен принцип «качай или плати», поэтому перечислять Киеву денежку приходится в любом случае, даже если труба будет полностью осушена. Если же спрос на газ в Европе вырастет, то Газпрому придется прокачивать дополнительные объемы сверх 40 миллиардов кубов уже по повышенному тарифу. Строго говоря, за подписание подобных договоров руководитель газкорпорации по-хорошему должен уйти в отставку. Но извиняет его только то, что в 2019 году еще не было никаких альтернатив, а «Северный поток-2» мертвым грузом лежал на дне Балтики. В 2024 году все обходные трубопроводы точно должны быть достроены, если команда Миллера все-таки продлит контракт на нынешних условиях. Ну, значит, мы таких топ-менеджеров заслужили. Остается надеяться, что через 3,5 года «Газпром» уже не прогнется перед партнерами. Во втором варианте решения украинских проблем американский дипломат игриво подмигнул европейцам. «Если это не сработает, то я думаю, что можно найти способы компенсировать Украине финансовые потери за транзитные сборы, которых она лишится. Это то, за что нужно будет взяться европейцам. Да уж нужно, но кому? Вот в Германии, например, крайне неприятно удивились тому, что они, оказывается, что-то там должны Украине». Известный немецкий политолог Александр Рар задался вопросом. «В данном случае я не понимаю, о каких убытках идет речь и как их подсчитать». Действительно, а почему потери Киевом транзитных доходов вдруг стала проблемой Берлина? Да, германское руководство заинтересовано в незалежной как рынке сбыта своей продукции, источнике ресурсов и дешевой рабочей силы для Европы, но на регулярной основе платить ей миллиарды долларов компенсаций. С чего бы? Благотворительности от Евросоюза Украина не дождется точно. Третий, последний вариант адресован непосредственно Киеву. Заметим, что мистер Блинкин говорит уже не о неких финансовых компенсациях, а о послаблении рычагов воздействия, которые может приобрести Россия в результате запуска «Северного потока-2». Речь идет о раскрытии собственного энергетического потенциала Украины и повышении ее энергоэффективности. Судя по всему, предлагается и правда отказаться от агрессивного российского газа и перейти на альтернативные зеленые источники энергии, а также внедрить технологии энергосбережения. Естественно, американские, а какие еще? Выглядит вроде бы и неплохо, но совершенно нереально для нищей и депрессивной страны, которая тотально зависит от западных финансовых траншей, где семимильными шагами идет деиндустриализация и депопуляция. Если обобщить все предложения Блинкина, которые он так щедро накидал всем трем сторонам газовых отношений, и собрать их воедино, получится некая цельная картина. США позволят «Газпрому» запустить «Северный поток-2», но при условии сохранения определенных объемов транзита через украинскую трубу, правда уже не на таких кабальных условиях, как сейчас. Возможно, газотранспортная система незалежной начнет постепенно физически демонтироваться ввиду уменьшения использования, когда ненужные ветки будут отключаться. Точно сохранены будут направления через Молдавию и Румынию к Приднестровью, и, вероятно, через Венгрию и Словакию. Последний будет реверансом Москвы в сторону Киева, который сможет сохранить свой так называемый «виртуальный реверс». Впрочем, чего гадать, вскоре мы все увидим собственными глазами.